...продукт, который вы сейчас уже все очень хорошо знаете, а мы это приняли с удовольствием, потому что таких продуктов в мире еще тогда не было. Зачем это нужно? А в основе всего нашего старения, взросления, вообще по всей жизни идет у нас угроза окончания жизни. Мы рождаемся все-таки с условием уйти из этого мира, и, к сожалению, мы обречены. На то, чтобы когда-нибудь наш век закончится. Так вот, в 2010 году вот эти достойные женщины, Элизабет Беккер и еще три ее коллеги, получили Нобелевскую премию за то, что они раскрыли, от чего же зависит старение клетки. Старение, болезни, стрессы. А все оказывается вот в таких маленьких... В таких маленьких... Ну вот видите, как мне не хватает образования. Да что ж такое. Ну извините, пожалуйста. Вы знаете, что это такое? Такие красивенькие загогулинки. Знаете, что это? Что? Ну это же хромосома, да? Это наши хромосомы, которые находятся в каждой клетке. И для того, чтобы наши органы были здоровы, а значит мы имели здоровье и не так быстро старели, эти теломеры и эти хромосомы должны быть активными. И вот эта группа ученых открыла этот эффект. И сейчас уже вся наука работает на познание этапов старения именно теломер. Не буду сегодня об этом долго говорить, потому что, возможно, на слух это воспринимается не очень хорошо. Если будет интересно, вы проведете семинары обучающие, вы проведете школы различные о том, как замедлить старение и с чем это связано именно в клетках. Сегодня будем говорить о том, что наша клетка должна постоянно обновлять свои обменные процессы, а это значит обеспечивать здоровье всем нашим органам. Здоровье это процесс непрерывный. И здоровье это здоровье каждой клетки. Если мы с вами накормим клеточку каждого органа теми веществами, которые ей нужны, а в первую очередь это белки, то тогда эта клетка будет долго жить и она воспроизведет такую же здоровую клетку. Я на протяжении 10 лет, пока являюсь независимым экспертом компании Арифлейм, об этом говорю постоянно. Поймите, что такое здоровье? Что такое здоровье клетки? Это в первую очередь обеспечение клетки необходимым белковым материалом. Обеспечение белком, как бы это звучит уже, может быть, немножко назойливо. Мы со всех, как бы, где только возможно в эфире, средства массовой информации, естественно, научные конгрессы, научные статьи, публикации, доклады. Мы всегда говорим о том, что мы должны себя обеспечивать полноценным и качественным белком. Но из продуктов питания клетка не может получить все заменимые и незаменимые аминокислоты. Что такое белок? Это же набор аминокислоты. Это маленьких кирпичиков, которые в каждом белке свои. Белки мяса отличаются от белков рыбы, отличаются от белков яйца и тем более отличаются от растительных белков. И не всегда наш организм может эти белки усвоить. А дальше встает вопрос, а сколько надо этого белка? Как мы узнаем, обеспечили ли мы себя всеми необходимыми пищевыми веществами? И тогда наука стала разъяснять и раскладывать все как бы по кирпичикам, да? И мы выяснили и сказали, что нормы белка – это 1 грамм белка на 1 килограмм нормального веса человека. Это как бы статистика, которую провели большие научно-исследовательские институты нутрициологии во всем мире. Вообще наука интернациональна. Она напоминает, вернее, Арифлейм напоминает наше сообщество науки. Мы не делим наука российская, наука американская. Мы встречаемся все вместе на больших международных конгрессах. И все знания, которые мы получаем, каждый в своей лаборатории, мы обнародуем и обсуждаем. Поэтому я говорю от лица как бы вообще мировой науки. И поверьте этим сведениям, они уже приняты всеми ведущими институтами. Так вот, 1 килограмм требует 1 грамм белка. Но получим ли мы это из обычных продуктов питания? Как оказалось, даже если мы составляем хороший свой рацион питания, ну как бы с большим количеством белка, мы не обеспечиваем клетку всеми пищевыми веществами. Почему? Потому что во всех продуктах питания содержится еще достаточное количество жира. Вы прекрасно знаете, особенно те, кто озабочен диетами, что мы ищем обезжиренные продукты. Мы берем обезжиренное мясо грудки, индейки, курицы, да, мы исключаем какие-то части тела тушки, потому что там больше жира, интуитивно понимая, что мы так себе делаем лучше. Потому что вслед за продуктами питания, даже самыми диетическими, мы все-таки получаем большое количество жира. А это не есть хорошо, это мешает нам. В целом, здоровье, думаю, что вы знаете уже этот слайд, я его 10 лет показываю, но он наглядно, я не могу от него отказаться. Наша здоровье зависит от экологии, да, несомненно. Зависит от генетики, да, несомненно. Зависит от успеха в медицине, конечно. Конечно, новые технологии в медицине стали позволять выявить различные заболевания на более ранних этапах и, естественно, помогать людям, ну, как бы, более серьезно. Но 50% зависит от того, как мы с вами себя ведем, как мы питаемся, как мы двигаемся, даже как мы думаем. Поэтому вот эти три кита здоровья, питания, движения и психология идеально вкладываются в концепцию wellness, которую продвигает в том числе и компания Reflame. Верно? Ну, нет, ну, это какой-то тупизм. Медики они, конечно... Ну, представляете, мне даже стыдно. Вот то, что предлагает сейчас компания Reflame всю линейку продуктов питания, я считаю, что это наша с вами, в общем-то, очень большая работа. Потому что в 2009 году ко мне в отделение компания принесла только два коктейля. Был клубничный и был ванильный. Больше нам не с чем было работать. И клинические испытания мы проводили только с этими продуктами. Сейчас посмотрите, сколько у нас уже предложений. Появился шоколадный коктейль. И в связи с тем, что мы собрали большое количество статистики по переносимости этих продуктов, компания в дальнейшем сделала и протеиновую смесь, которую можно добавлять в горячие блюда, что нельзя делать с коктейлями, и которая не имеет вкуса, да? Ну, и запаха. Естественно, очень много у нас людей, ну, немножко психически, психологически, не всегда готовы воспринимать продукт с тем запахом, который им не нравится. Очень многие стали бояться. Очень многие стали мне даже на мои выступления говорить, что вы, как бы, нас подсаживаете на шведскую иглу, вызываете у нас зависимость от шведов. И зачем-то это, в общем-то, как бы придумывалось очень много, ну, разных таких мифов. Благодаря этим, наверное, эмоциям, компания сделала протеиновый коктейль, который сейчас вообще никак не пахнет, не имеет вкуса. Он замечательный. Я знаю, что очень многие с ним пекут хлеб, булочки, кому можно, да, добавляют пожилым людям или детям, которые очень нуждаются в белке, и добавляют просто в продукты питания, даже, как бы, не информируя их. А это очень важно. Я знаю, что, во-первых, дети, людей, которые в Арифлэме давно употребляют ВМС-продукцию, дети другие. За 10 лет, в общем-то, уже можно проследить динамику, да, изменения. Дети более активные, дети более подвижные, дети быстрее психически развиваются. А здесь еще и заслуга омега, антиоксидантов, да, и детских витаминов, которые мы даем. И вот эти 13 витаминов у детей больше нет ни в одной фирме. Детские витамины от Арифлэм содержат максимальное количество витаминов. Нет конкурентов больше. Не надо сомневаться, давать это или не давать ребенку. Хотите, чтобы у него было... Пожалуйста, используйте все достижения науки в этом направлении. И, конечно, по витаминам отдельно. Мы их в клинике не испытывали, потому что, ну, это, в общем-то, уже немножко прошлый век доказательства нужности витаминов. Но то, что компания соединила белок вместе с витаминами, минералами и еще добавила антиоксиданты, я вам хочу сказать, что это, в принципе, очень серьезный научный прорыв. Потому что я не знаю еще подобной схемой нутрициологического подхода к здоровью человека лучше, чем схема в Арифлэме. Согласны? Согласны. Мы проводили испытания на группе больных с ожирением. И, естественно, как любое научное исследование, это подразумевало довольно масштабное обследование людей. Были люди с ожирением третьей степени, мужчины и женщины. И две группы. Одна получала как-то в составе такой гипокалорийной диеты, другая не получала. То есть мы обогащали белком наши гипокалорийные рационы. Там, естественно, была необходимая доза белка. Что нового? Почему сработал коктейль? Почему бы не дать дополнительно белковое блюдо, да? Казалось бы, все лежит на поверхности. Ну, дайте дополнительно 100 граммов обезжиренного творога. Те же самые 7 граммов белка. Так вот, оказалось, что в продуктах питания нет стопроцентной биологической доступности для клетки. То есть мы съедаем продукт, во-первых, мы его разрушаем различными ферментами, слюной, ктиолином, желудочным соком. Во-вторых, какие-то кусочки белка забирает микрофлора. В-третьих, идут транспортные потери. Это должно всосаться, пройти через кишечник в кровь и еще куда-то доползти в клетку. И вот эти потери невозможно компенсировать полностью, ну, за счет продуктов питания, не увеличивая дозу продукта. А значит, вы увеличите еще количество, ну, в том числе и жира, да? И это уже получается замкнутый круг. Почему не работают долго, стопроцентно, редуцированные диеты, ну, диеты, редуцированные рационы? Создав такой продукт, а их, конечно, много, вы знаете, и Гербалайф, и Энержидиет, и Энельдиет, не будем говорить об этом, да? Их много. Другое дело, какое качество белка? Так вот, в Арифейме, опять же, в чем эксклюзивность? Три источника белка. Почему три? Да потому что нам нужны 22 аминокислоты. В организме есть 10 заменимых и есть незаменимых, которые мы получаем только с пищей, и нам этого не хватает. Не всегда у нас набор продуктов обеспечивает нам эти незаменимые аминокислоты. И встречаясь со стекстеном, мы с ним обговорили, как бы, вопросы, ну, больше даже психологии, адаптации человека к приему сухих смесей. Он сказал, ну, вы просто как я, он мне говорит, как я. Я объясняю человеку, подстрахуйте себя, подстелите себе соломку на будущее. Каким вы хотите быть в 50 лет, в 60, в 70? Как вы хотите, чтобы чувствовали себя ваши родители? Вы хотите, чтобы ваша мама в 70, в 75 лет, ну, захотела полететь, поиграть в казино в Лас-Вегасе? Представьте себе, да? Или ваша мама будет сидеть на даче, выращивать анютины глазки, и, я не знаю, там, прогуливаться с палочкой в коляске. А вот старение, начало наше, извините, но получилось не очень корректным таким, запуталась я в слайдах, вот от тех самых теломеров, вот таких закорючек, зависит наше старение, зависит наше здоровье. Так вот, люди, которые у нас получали белковые смеси и потеряли весы, они потеряли в основном, ну, вернее, на 50% больше своей массы тела именно за счет жировой составляющей. В то время еще не было весов, которые были бы вам доступны в домашних условиях, и чтобы вы определяли бы свой биологический возраст и состав тела, сколько у вас там жира, воды и мышц не было. Это было только у нас в клинике. И мы замеряли, у какого пациента больше жира, больше мышц ушло именно на наших диетах. Те, которые получали коктейль, не теряли мышечную массу. Вес уходил только за счет жира. Это колоссальный аргумент в пользу того, что именно на белковых рационах уходит жир. На усвоение продуктов нужно затратить энергию. Энергия идет за счет чего? За счет своих собственных запасов жира, потому что диета безжиренная. И все эти наши данные и продукты от Арифы получили очень высокие категории, подтверждающие все критерии поддержки этой продукции. Это очень высокий уровень мировой поддержки. Я вам хочу пожелать здоровья, я вам хочу пожелать успеха. Если у вас будут ко мне какие-то, может быть, личные вопросы, я здесь в течение двух дней. А в целом вы должны гордиться тем, что у вас в руках инструмент здоровья, инструмент бизнеса. И я считаю, что это тот самый случай, когда вы можете людям предложить купить немного здоровья. Это тот самый случай, который не стыдно нести в массы. Поэтому вам успеха, процветания. И напоследок я вам хочу сказать, есть статистика, что люди, которые получали адаптированные белки и витамины, не только Арифы, не болели или меньше болели ковидом. А в эпоху вирусной вот такой нагрузки, я считаю, это еще инструмент нам выжить. А кто будет в этом мире дальше жить, это, наверное, уже будем решать мы с вами. Спасибо.